Впервые областная военно-патриотическая игра поколения победителей прошла в этом году на базе Подольского колледжа. 20 ноября прошел первый заанальный этап среди студентов государственных профессиональных образовательных организаций. Соревнования были посвящены 75-й годовщине контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой. В Подольск из разных городов восточной части Московской области съехались 12 команд, нацеленных на победу. Некоторые участники, например Даниэль из Зарайска, добирались до нашего города более двух часов. Но даже после долгой дороги они готовы проявить себя в соревнованиях. На что вы настроены? Во-первых, на победу. Так уж, как получится. Как получится. Готовились к соревнованиям? Да. Для победы ребятам надо было пройти 9 этапов, которые рассчитаны на военно-физическую подготовку участников. В первую очередь, воспитание патриотизма в детях. Во вторую очередь, это умения и навыки военно-прикладных видов спорта. Азимут, поход за грибами. То есть умение ориентироваться на местности должно быть. Не только с помощью телефонов, гаджетов, но и с помощью обычного компаса. Берем даже поколение их отцов. Все это они изучали, все это они умели. Они это дают своим детям. Дети, соответственно, хотят этому научиться. Для подольской команды проще всего оказалось собрать и разобрать автомат на время. Другие команды тоже не оплошали. Наш отрыв от ближайших соперников команды из Коломны составил всего 2 секунды. С пистолетом подольчан дела обстояли хуже. Этот этап выиграла команда Коломенского колледжа. Да, наш военно-патриотический клуб Русь составляет все 12 отрядов по всей России. Есть даже отряд в Забайкале, также в Абхазии. Проходят ежегодные сборы у нас. Занимаемся с ребятами военно-патриотическими играми разнообразными. В общем, тренируем, занимаемся, чтобы ребята не находились на улице, а все-таки были патриотами своей страны. Настроены, да, сегодня на победу. Есть небольшие заминки, но будем дорабатывать, стремиться к лучшему на самом деле. Думаю, что все получится. Снарядить магазин оказалось труднее, чем собрать целый автомат или пистолет. Поэтому и время многие участники тратили на этом этапе больше. Но были исключения. Например, команда гвардии из городского округа Реутов, которая показала самый лучший результат практически 4 минуты. Если бы не ты, не твое воспитание, я бы тоже не стал таким мужественным человеком, как сегодня дети, которых мы принимаем комплекс спортивных упражнений. Спасибо, бабушка. Предаю тебе большое привет. Задача игры поколения победителей – подготовить юноши к службе в армии, а также сформировать высокие нравственные качества, такие как дисциплина, товарищество и дружба, сила воли, смелость, выносливость и находчивость. На нашей базе проводятся первые зональные областные спортивные игры поколения победителей. Победители будут участвовать уже во всероссийском, я так полагаю, конкурсе. Наша команда примерно месяц усиленно тренируется. Вот на своем примере, когда я служил в советской армии в 76-78 году, и перед тем, как призваться в армию, я тоже учился в техникуме. И также участвовал во всех спортивных соревнованиях, в том числе и военно-прикладном. И мы на скорость научились собирать автомат. И когда я пришел в армию, мне легко было. Я ребятам подсказывал, мы каждый день чистили автомат. Брали его с оружейки и производили разборку, почистили, потом сборку. Развитие физического здоровья у молодых граждан России, формирование чувства патриотического долга и верность своему государству – вот основные цели игры «Поколение победителей». Пожалуй, самая трудная дисциплина игр – это ориентирование по азимуту. У многих команд были проблемы на этом этапе, поэтому не все удачно справились. Но наша команда показала здесь лучший результат. Сегодня мы, занимаясь военно-патриотическим воспитанием и подготовкой ребят к службе, метаем гранаты, что очень важно. Метание на точность – это тоже важно, так как развивает глазомер. И ребята просто после ухода из учебного заведения на службу будут представлять себе, что это такое. Это очень важно. Подольские курсанты, а именно так называется команда колледжа имени Никулина, лучше всех справилась еще с несколькими этапами – метанием гранат и выполнением комплекса силовых упражнений. За первую дисциплину команда получила недосягаемые 9 очков. Надо сказать, что второе место заняли команды из Латкарина и Зарайска с результатом 4 очка. Комплекс силовых упражнений, состоящий из отжиманий, приседа и упражнений на пресс, подольчане одни из немногих выполнили меньше, чем за 4 минуты, и тем самым завоевали себе первое место на этапе. Строевой смотр выиграла команда «Богатыри» из Истринского микрорайона. Подольские курсанты разделили второе место с коломчанами. Огневой рубеж лучше всех прошла команда авиационного техникума имени Казакова, а команда Истринского профессионального колледжа заняла первое место в интеллектуальном конкурсе, в котором нужно было показать свои знания об истории Отечества и героях российской армии. По сумме мест на этапах Подольский колледж оказался победителем первого этапа соревнований. В мае состоится финальная военно-патриотическая игра поколения победителей, где будут сражаться лучшие команды со всей области.